Девчонки, всем привет! Меня зовут Таня Гринович, и я рада вас приветствовать на моем канале у нас сегодня, потому что с вами будет макияж к 8 марта. И этот макияж будет на самом деле не такой уж и простой, но зато модный. И хочу вам еще показать небольшую такую прическу. Вы можете ее сделать также на 8 марта, и у вас она получится классная, стильная и очень простая. Итак, расчешу волосы. Вот они у меня по пробору падают, в принципе, всегда на серединку. Я люблю всегда оставлять локоны небольшие. Супер глаженные я не очень люблю. Мне нравится, чтобы было всегда немножко как будто бы неряшливо. Беру тоненькую резиночку и закручиваю хвостик. Сейчас вам покажу, как там дальше будет. Сейчас, секундочку. Вот хвостик у меня. Давайте я его сделаю чуть повыше. Так. Теперь, смотрите, делю по серединке. Вот. И туда заворачиваю наш хвостик. Получается вот такой красивый элегантный хвостик с черненькой резиночкой. Дальше я возьму ленту простую. У меня вот такой нежно-розовый цвет. Можно взять любого другого оттенка, просто мне под серый цвет, мне кажется, очень красиво. И завяжу. Так. Создам вот такой красивый, легкий бантик. Вот. Если вы хотите, можно, допустим, локоны накрутить. Ну, а мне, например, очень нравится, когда без накрутки. И я люблю всегда хвостик перекидывать слегка на эту сторону. Вот такой вот вариант укладки могу вам предложить, если вы, допустим, очень-очень сильно опаздываете, и вам нужно создать что-то необычное на свое 8 марта. И это очень красиво. У меня ленточка длинная, вы можете сделать покороче ее, то есть как кому хочется. Переходим к макияжу. Для начала у нас будет очищение. Это у меня тоник от Бабр. Сейчас такой модный голубой небесный цвет, что я решила сегодня именно в таких цветах и сделать. Крем будет ультра-сьютиклс. Вот. И переходим уже к нанесению тонального средства. У меня это будет сегодня очень классный тональный крем Shiseido. Shiseido называется Skin Glow. Девчонки, я в него влюбилась. Вы сейчас поймете это сами. Потому что он действительно создает такой эффект сияющей, светящейся кожи. Кисточку возьму 123 от Manly. И начинаю прорабатывать. У меня оттенок 2, нейтраум называется. Посмотрите, какой красивый цвет. И посмотрите, как эффектно ложится тон. Он на самом деле полупрозрачный. Я его завожу под глаза. Он на самом деле очень-очень легкий. Но при этом он перекрывает какие-то мелкие-мелкие недостатки. Очень красиво сияет с ним кожа. Прям вот вопросов ко мне уже было много с этим тональным средством. Что за кожа, что такое, какой у вас уход. А на самом деле уход-то может быть и хороший, но тон тут дает немало. Посмотрите, как красиво он светится у меня. На коже просто бомбически. Дальше вторую часть тоже, естественно, крашу. И с этим тоном я не использую консилер. Мне нравится его светоотражение. Он очень легкий. Его можно заводить под глаза. Мне уже консилер не нужен. Девчонки, этот тон можно припудривать для той девочки, у кого кожа жирная, склонна к жирности. А у кого сухая кожа, можно не припудривать. Но при этом будьте готовы к тому, что он немножечко-немножечко будет создавать эффект движения. Я как раз таки возьму сейчас вот такую вот палеточку контурирующую от Dior. Пушистую кисть возьму. Энбьюти А3. Вот этот вот светлый хайлайтер нанесу под глазки. И таким образом я как будто бы припудрю, но при этом не уберу сияние. На зону Т всю нанесу. И вот так вот потушую немножечко слегка эту пудрочку. И оставлю сияние. Видите, кожа не смотрится перегруженной, но сияние все равно осталось. И также буду наносить скульптор этой же палеткой. Кисточка номер 6 Монли Про. Смешиваю вот эти два цвета. Мне нужна очень легкая скульптура, поэтому вот эти два. Это как бы два хайлайтера, просто они разные по тональности. Например, если у девушки сама по себе загорелая, ей подойдет вот этот хайлайтер. А мне он подходит как в качестве скульптора. Что, я количество наношу сразу же на веко. Вот прям чуть-чуть. Так, бровки моим любимым гелем Сарме. Гель с цветом в оттенке блонд. Обожаю, когда брови немного вот так вот торчат наверх. И мы сейчас перейдем к глазам, а только потом будем уже с румянами разбираться. Потому что глаза настолько будут у нас необычные, что оттенок румян важно будет подобрать правильный. Сейчас очень модно голубые цвета. Вот такой голубой, небесный, красивый. Поэтому я взяла 113 пигмент от марки Ingle. Все это буду разбавлять палеткой из шоколад Gold. Точнее, одним цветом из этой палетки. Вот таким красивым, холодным. С него-то мы и начнем. Я беру кисточку N-Beauty А15, набираю этот оттенок и наношу его по внутреннему уголочку, немножечко переходя к зрачку. Вот так вот. То есть такой у нас будет холодный эффект у макияжа. Но очень сейчас модный и стильный. Возьму пигмент, запрокидываю голову и начинаю его наносить. Петенки такой красивый голубой оттенок, который прям буквально слегка, не слишком активно сияет. Сейчас модно. Вожу во внутренний уголок этот цвет, видите, смешивая с тем самым светлым. Ковываю, растушевываю и наверх, и немножечко в висок. Наношу его чуть-чуть побольше, чтобы когда глазик немножко прикрывался, было видно вот это вот голубое свечение. Ой, ну до чего, конечно, красивый цвет вообще. Я от него, я от него прям балдею. Дальше, девчонки, возьму темно-синий карандаш. Это у меня марка Пупа в оттенке 65. И им проработаю верхнюю межресничку. Другой стороной этого карандашика подтушевываю у внешнего уголка легкую стрелочку, видите? Дальше, девчонки, мы будем подклеивать пучки. Но мы сегодня будем их подклеивать необычно, для того, чтобы создать эффект кукольных глаз. Понадобятся вот такие пучки от Manly. Здесь у меня размер 8 и 10. У меня реснички приблизительно размером как восьмерочка-девяточка, десяточка будет подлиннее. Клей тоже Manly и вот такой пинцетик удобненький. Тоже, кстати, Manly. Беру пучок, опускаю его немножко в клей, держу за пушистые вот именно кончики, за реснички. Как так можно было сделать? И начинаю приклеивать. Девчонки-реснички буду клеить с большим шагом. То есть у меня получится, что они не прям будут на уголке себе сидеть, а вот через большой шаг. Девочки, теперь я возьму оттенок вот такой вот. Или вы можете взять вообще даже любой свой скульптор, например. Вот я могу смешать то, что у меня на скулах. И посмотрите, по нижнему веку прям широко очень начинаю его тушевать. Вот, чтобы он немножко оттенил то, что у нас наверху, да, чтобы не казался глаз слишком узким. И нижние реснички прокрасим. Готово! Смотрите, какие у нас получаются небесно красивые голубые глаза с кукольными ресничками. Дальше переходим к губам. Для губ возьму натуральный бежевый цвет в оттенке номер 40 марка Сефара. Нанесу вот так его. И подтушу пальчиком. Такой был, получается, немножко полупрозрачный эффект у помады. А на серединку нанесу блеск. Такой холодный. Это марка Шадо. Ну что, девчонки, добавим немножечко румяна. Это будет вот такой оттенок Makeup Atelier. Называется он Natural Rose. Прям пальчиком слегка я его набираю, потому что это кремовый цвет. И добавляю немножко на щечки. Но вот только вот для очень-очень-очень аккуратной свежести. Чтобы не было румяных слишком щек. Ну что, девчонки, получился вот такой небесный просто образ. Вы можете себе попробовать сделать такую прическу. Надеюсь, вам понравится. Кстати, вот эти вот ленты, их можно, знаете, как сделать, если вы, допустим, переживаете что-нибудь, мешаться. Их можно вот тут вот прокрутить по всей длине. И тогда они будут более уместны. А можно просто отрезать ленточку, она не будет такая длинная. Девчонки, я надеюсь, что вам понравился такой образ. Потому что он непростой в плане внешне, как это смотрится. Но он бомбически просто завораживает. Мне кажется, красивый голубой цвет, но правильно нанесенный, когда не слишком много. Он как будто бы окунает ваши глаза. И ощущение кажется, что вы такая просто небесная-небесная красавица. Я вас поздравляю с наступающим 8 марта. Пусть вас купают в тюльпанах. Если вы не любите тюльпаны, то в ваших любимых цветах. Пусть вас купают в комплиментах, в улыбке. Пусть вас радует только в этот день. И пусть вас радует не только в этот день, девчонки. И желаю вам прекрасно провести этот женский праздник. Целую. Пока-пока. Пусть вас радует не только в этот день, девчонки. И желаю вам прекрасно провести этот женский праздник. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok